Соленая красная рыба это одно из самых моих вообще любимых блюд. Я делаю всегда одинаково, это соль с сахаром, одна часть сахара, две части соли. Я засаливаю либо на 6 часов, либо на 12 часов, в зависимости от того, насколько просоленная она должна быть. А потом уже, когда я засолил, я быстренько водой вспываю соль и потом засыпаю это укропом, петрушкой, заматываю и оставляю. И я, если честно, был удивлен, когда в комментариях под своими подобными засолками, я увидел людей, которые сказали, слушай, а что сразу, короче, там свеклу, если ты хочешь, чтобы рыба мега красная была, или там бруснику, или какую-нибудь там, ну, там укроп, петрушку, почему сразу не смешать с солью? Вот сейчас я вам покажу, почему сразу не надо ничего смешивать с солью и сахаром. Часто меня спрашивают, дружи, ты готовишь разные рецепты, но где конкретно можно посмотреть, сколько то или иное блюдо готовить? И, собственно, сколько грамм, сколько по времени, у меня есть специальный для этого инстаграм. Вот он. И вы скажете, а, я твои рецепты не готовлю. Ну, ты, возможно, и не готовишь по моим рецептам. Дело в другом. В этом инстаграме каждую неделю, каждое воскресенье подписчикам раздают бесплатные ножи на халяву от Самуры. Каждое воскресенье в прямом эфире вот в этом инстаграме, ссылочка находится еще в описании, раздают бесплатные ножи. Достаточно просто быть подписанным и оставить любой комментарий каждую неделю. А, собственно, вот такого вот небольшого кусочка нам хватит для того, чтобы донести нашу мысль. Выдираем косточки. После чего, собственно, прижимая нож к столу, срезаем филеху. И тут на полукадре я вспомнил, что у меня есть филейник. И, собственно, использовал филейник. Вот так. Разрежем на два одинаковых куска, то есть в толстом месте они у нас будут совсем одинаковые. А теперь все очень просто, проводим элементарный эксперимент. Один кусок у нас сначала в соли и сахаре отдает влагу, то есть уседает, а потом напитывается там свеклой, укропом, чесноком, то есть всяким таким. А второй сразу с солью и сахаром и сразу со свеклой, со свекольным соком, со всем этим маринуется. Крупная соль. Дофига, конечно, но ладно. Это у нас будет часов на 7. И одна часть, где-то вот так, одна часть сахара. Перемешиваем и выкладываем сюда рыбу. Засыпаем, чистим свеколочку, отрезаем попки, на которых может быть земля. Какой богатый жирный цвет. Собственно, он-то нам и нужен цвет. Ну, тут понятно. Ну и дофига сочнейшего, нежнейшего укропа. Это, конечно, классика. И сюда делаем уже немного по-другому. Добавляем соль, добавляем сахар и сразу же сюда, то есть вот мы, давайте кусок вот так солим, сахарим. Но сразу же уже вываливаем и, собственно, сколько-то нашей жижи. Здесь тоже нормально соли, но все это маринуется еще и вот с этой красного цвета жижей. Вот так. Кладем в холодильник на ночь. Вот это вот у нас за ночь будет типа уже готовое. Вот мы чуть-чуть его промоем и отложим. А вот то, что в соли и сахаре, только в соли и сахаре, потом уже смыв соль и сахар, спустя ночь мы добавим остатки вот этого вот. И вот с этим уже тоже часов на 6 оставим. Я думаю, по моему внешнему виду ясно, что сейчас у нас утро. Вот что случилось с рыбой. Смотрите, рыба, которая лежала в соли и в сахаре, она стала плотнее. И мы уже сразу видим, что что-то пошло не так. Точнее, с этой рыбой все так. Смотрите, сколько влаги ушло. Вот эта все влага, которая ушла в соль и сахар, то есть была вытащена из рыбы. Вы скажете, а что не так? А вот здесь подлива. Подлива все плавает вот в этой жиже, вот в этой жидкости все плавает. Конечно, соль с сахаром немножечко поработали, но по большему счету, как бы, рыба не такая плотная. Она замаринована, просолена, но она гораздо мягче, потому что она лежала вот в такой жидкости. Эта рыба уже готова. Она, собственно, чутка просоленная, точнее, не чутка, а нормально так подсоленная. Посмотрим потом, насколько там все пропиталось внутрь. А вот эта переходит во вторую фазу, переходит в фазу пропитки, благо у нас еще осталась куча свеклы. Само собой, обе рыбы нужно от соли отмыть. Эту отмыть от лишней соли и сахара. И можно даже вымочить пару минут, прежде чем отправить в маринад. Этот кусок, пускай, пока полежит в холодильнике, он уже готов. Но даже вот сейчас видно, смотрите, ну вот видите, где-то пропиталось, а где-то нет. И он не такой плотный, как второй кусок. Ну ладно. А этот, собственно, вот только сейчас нашей жидкой свеклой влажной заваливаем. Вот так. Уберем еще часов на 8, ну типа можно на ночь, можно на 6 часов. Ну, смотрите сами. Оно уже просолено, пофиг. Теперь вопрос только, сколько маринада, сколько вкусов и ароматов пропитается внутрь. А это мы на срезе сейчас увидим. Но когда я говорю сейчас, это магии монтажа сейчас, а для меня-то пройдет 8 часов. Ну что ж, давайте тестить. Прошло еще несколько часов. Я сейчас напомню, я не вам напоминаю, я себе больше напомню, что происходило. У нас есть два абсолютно одинаковых куска рыбы. И оба этих куска рыбы были замаринованы в жидком маринаде. То есть во влажном. Ну один прямо с солью, а второй сначала засушен с солью, а потом в жидком маринаде засушен. Итак, вот это собственно просто кусок рыбы, который мы сушили, а потом мариновали. А вот это кусок рыбы, который мы сразу мариновали с солью и всяким. И что самое важное? В маринаде они были одинаковое количество времени. То есть в маринаде мариновался этот кусок и тот кусок одинаковое количество времени. Просто один был сначала засушен с солью и сахаром, а второй нет. И вот тот, который был засушен, а потом уже завален. Давайте я промою его водой. Я думаю, что уже сейчас процент впитываемости вашего жидкого маринада понятно, что немного отличается на одном куске и на втором. Хотя концентрация маринада была абсолютно одинаковая. Давайте я отрежу кусочек. Бэм. Отрежу кусочек сначала и попробую того, что мариновалось сразу в жидком маринаде вместе с солью. Выглядит на самом деле неплохо. Пробуем. Это офигенная засоленная рыба. Я надеюсь, никто не думал, что я сейчас скажу, отвратительно несите крабов. Это офигенно вкусная, классная малосольная рыбка. Именно малосольная рыбка. Привкус свеклы есть, но он такой еле-еле, то есть такой, а что там еще? Что-то еще? Фиг его знает. Отрежем кусок второй. Отрезаем, пробуем. Тоже офигенно вкусная малосольная рыба, но аромат укропа и свеклы реально есть. То есть, прям не типа, что такое, что такое? Нет, ничего вроде. Реально свекольный такой овощной землистый, совершенно особенный аромат. А теперь давайте я разрежу, как сказать, посередине, чтобы вы увидели, сколько впиталось там и там. Итак, отрезаем, ну, примерно посередине. И мы видим, что пропитанность есть, но примерно на, ну, сколько? Миллиметр, да и то не везде. В тех местах, где была только соль, то есть, например, вот здесь вот на этих местах была только соль, там влага лишь выходила, а внутрь не забиралась. А тут тоже разрежу просто вот так. И давайте посмотрим. Везде, абсолютно везде, на 4-5 миллиметров эта краснота маринадная проникает прямо в мясо. Просто сравните. Короче, друзья мои, я думаю, разница более чем очевидна. Мораль какая? Если вы хотите действительно кусок напитать, прямо напитать на несколько миллиметров прямо внутрь, чтобы он стал вот такой цвета и вкуса вашего маринада, не нужно, пожалуйста, смешивать жидкий маринад с солью. Не важно, у вас это чеснок, укроп, брусника, клюква, не знаю, там вытопленный коньяк какой-нибудь, вообще это не имеет значения. Сначала сушите, потом заливайте жидкостью и кусок напитывает ее внутрь. Если вы все одновременно заваливаете и солью, и укропом, я сам так делал, на канале есть рецепт и так можно делать. Но если маринад не особо жидкий, то есть если у вас есть просто план быстро засолить, и там щепотка укропа чуть-чуть пахнет. Однако, повторяюсь, если брусника, клюква, свекла, сначала сушим, потом заваливаем жидкостью. Если вы не знали, что это так работает, ставьте пальцы вверх. Надеюсь, это была какая-то полезная информация. Если нужно больше экспериментов, оставляйте какие-то комменты, над чем проэкспериментировать. С вами был Славный Дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok